Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты». Сегодня мы с вами посмотрим на картах Таро, каково быть президентом Украины в сентябре месяце. Мы сделаем Таро прогноз на сентябрь для нашего президента Зеленского Владимира Александровича. Делаем этот прогноз ежемесячно и сентябрь не станет исключением. Посмотрим. Поехали. Итак, Зеленский, президент Украины. Каково тебе придется в сентябре? Есть желающие с ним поменяться местами? А то критика нам много, а кто-то на его месте может сделать лучше, больше, правильнее. Интересно просто. Зеленский, что тебя ждет в сентябре? Все желающие сеть. Так, вторая колода. Напоминаю, делаем мы теперь расклад на две колоды и достанем Рону. Отлично. Хорошо. Так, что за обман? Обман. Какой обман? О чем обман? Тупик. Ну, понятно. Козлы. Ой. Значит так. Самое главное, что... Владимир Александрович как раз тот человек, который должен быть на этом месте в это время, император. Эта карта говорит о том, что человек находится на своем месте. Он занимает это место заслуженно и он четко регулирует процессы, четко управляет ситуацией, не теряется. Импера знает, кому и что делать, в какой момент, да, когда все точно, четко, по расписанию, по плану. Император это, знаете, такой человек, который не просто управляет ситуацией, он лидер, он ведет, он дает направление, он делает акценты, он умудряется контролировать все. Все. Все и сразу. Император, он может быть даже жестковат, он может быть даже жестковат в своих суждениях, это уже далеко не кубковый король. Император, это президент, это президент, это человек, который уже стал четко президентом. Это, знаете, такой начальник, организатор. По императору задуманное сбывается, планы воплощаются, так что тут все, слава богу, слава богу. Хотя, видите, у нас королева мечевая, то есть, я думаю, предстоят сложные решения, критичные, сложные решения, непростые, в которых, знаете, ты не от эмоций идешь, да, а от необходимости, от фактов, от каких-то событий, которые требуют этих острых решений. То есть, здесь эмоциональность прочь, а все по делу, все жестко, конкретно по делу. Возможные, достаточно сложные ситуации, такие, знаете, неприятные, но из которых он будет выходить, он будет выходить, преодолевать их, хотя, возможно, где-то там будет, конечно, он и встречать такие, не просто преграды, да, так бесконечно, там что-то, там, 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 но он молодец. Он идет вперед, у него есть цель, у него есть какое-то предназначение, задача, император, он, понимаете, справляется со всем, сложно, не сложно, у него нет других вариантов, на нем ответственность. Император несет ответственность за процесс, за всех людей, поэтому он и есть император, поэтому он президент. Но здесь все неплохо. Карта Мир говорит о том, что все начатое должно заканчиваться правильно, по плану, благополучно. Кроме того, да, это активные действия, то есть, по всему миру будет и видно, и слышно о нашем президенте, да. Да, видите, прямо так, зацикленность такая, да, вот, все, все вокруг него, ну, даст Бог, даст Бог, тут все будет хорошо. Вот Мир замечательный, карта замечательная, это такое, знаете, благополучное завершение, вот, разных планов. Хорошая карта, то по этой карте, да, и какие-то враги, вот, прахом пойдут. Хорошая карта, хороший прогноз, более-менее, конечно, не без проблем, со сложными, жесткими решениями, даже, может быть, такими, знаете, тяжелыми решениями, которые, в принципе, были когда-то ему не свойственны, но сейчас он, видите, он уже не кубковый, он император. Такая вот история, мои хорошие. Что тут еще скажешь? Во-первых, очень хороший шанс, посмотрите. Очень радует меня Туз Пентакливый, это шанс, это будут предоставляться классные возможности. Возможно, это и финансовые тоже возможности, знаете, как для президента, возможно, вот, помощь в сентябре может прийти, прям какие-то классные партии, большие чего-то, да, то, что давно ждали, раз, и вот оно прям хорошо вот так пойдет. Материально, материально, это просто великолепная карта, но главное, что это карта шанса, шанса, когда тебе дается, да, возможность. Очень неплохо. Да, продолжается борьба, продолжается борьба, очень много работы рыцарь мечевой, он будет в каких-то случаях неожиданным, резким, возможно, да, иногда таким даже сгоряча вот что-то делать, да, такой вот, его будет много видно, слышно, его будет много слышно, естественно, и в интернете, он будет бесконечное количество обращений, да, работы, понимаете меня, да, вот и на телевидении, в интернете, разных контактов, этого всего будет очень много, его будет прям вот этим мечом махать бесконечно, высокая активность, да, и иногда резко и неожиданно, да, даже когда вот, знаете, когда человек может там сгоряча, вот сгоряча что-то такое вот высказать или что-то сделать сгоряча, вот есть тут такое вот, знаете, уже ему, видать, допекло, допекло ему, и все вот эти вот придурочные наши, не знаю, я бы, я бы уже их пересадила половину, честное слово, но он уже сердится, но, знаете, все еще держит себя в руках, по-моему, еще держит себя в руках, но уже сердится, так что поосторожнее, я хочу сказать, всякие прокремлевские блохеры, поосторожнее, потому что, видите, что творится, по-моему, уже Зеленский берет в руки меч и по королеве мечевой, и таки может, ну, маленько, да, маленько принять меры, потому что, видите, уже ему поддостанет его, да, и может он где-то быть и резким, ну, вот такой вот, вот такой вот прогноз. Иерофант будет принимать правильные решения, решения по совести, решения, которые касаются не его лично, да, а, как сказать, паствы, понимаете меня, да, это также карта помощи, помощи старших наставников, наставников, старших, ну, в данном случае, да, как старшие товарищи, помощников, это может быть и, ну, не знаю, да, возможно, это какие-то будут рекомендации, да, от знающих каких-то людей, от, скажем так, друзей, да, от тех людей, которые на его стороне, по Иерофанту, это, знаете, могут быть, например, приниматься какие-то решения на общих собраниях, когда коллективный разум, да, вот на вот этих всех совещаниях военных, толковые будут приниматься решения, здесь все неплохо, вот все неплохо, да, это Бог, все более-менее, ну, мне очень нравится, вот это вот, понимаете, королева мечевая, наконец-то, кого-нибудь закроют, посадят или поставят на место, давно пора, что смущает, смущает семерочка мечевая, будут обманы, будут обманы, будут какие-то попытки схитрить, обмануть, обманы я раскрыла, по какому поводу, ну, видите, все по тому же, обещанного, чего-то обещанного ранее, может не получить, в какой-то степени, да, где-то может заходить в тупик, да, то есть говорили одно, а делают по-другому, понимаете, какой обман, обещали одно, делают по-другому, говорят одно, делают другое, и либо были какие-то планы, да, но они, ну, почему-то вот они в тупик, понимаете, заходят, то есть вот такие ситуации, когда либо обманывают, либо сам обманывается, они будут возникать, да, вот заходить будут в тупик, это касается работы, это касается работы, вот, так что не без того, знаете, нелегкая эта работа, быть президентом Украины, да, еще во время войны, я вам скажу, вот, так что вот так, не без того, не без того, ну, тут, как бы, слава Богу, при всем этом у нас мир, император, Туз у нас Пентаклевый, Иерофант, в целом все неплохо, Паш Пентаклевый, будут, будут хорошие результаты, но, видите, они, может быть, даже не такие быстрые, может быть, более медленные результаты, чем хотелось бы, но они будут, они будут, эти результаты, ну, такой месяц, боевой, где-то, может быть, напряженный, но шанс, хорошие шансы, большие шансы, прям, знаете, может быть, прям какие-то, вот так и хочется сказать, да, ленд-лист придет, или какие-то большие финансовые, вот, большая финансовая помощь, да, или какие-то решения будут приняты, решения, возможно, от каких-то дружественных, да, нам там, президентов, лидеров дружественных стран будут какие-то решения на нашу пользу, очень долгожданные, важные для нас будут приняты, вот что-то такое, тем более с Иерофантом, там, вот в эту тему это все может проиграться, но нужно быть осторожным, потому что вот этого вранья, мои хорошие, очень много вранья вокруг нашего правительства, вокруг президента, очень много вранья вокруг его окружения, не ведитесь на это, потому что это все, это все работа против Украины, это все работа против Украины, она сейчас ведется настолько активно, Они не могут в честном бою победить, они вот это вот идут вот так вот подло, понимаете, в обход, поэтому не подыгрывайте, пожалуйста, этим всем сукам, не подыгрывайте, потому что, знаете, если вы можете сделать лучше, вот сами подумайте, вы на его месте могли бы сделать лучше, правильнее, точнее, не допустить ошибок, вы лично могли бы. Я думаю, он делает максимально, что возможно в этом случае. Вот, такая история, такая история. Слава Богу, не вижу здесь тяжелых карт очень, тяжелых карт, карт опасности не вижу. Видите, если будут какие-то опасности, возможно, они как бы и будут, да, но как бы здесь карта-то спасение, но она априори означает, что теоретически могут быть опасности, через которые он пройдет достойно, да, и преодолеет их, так что, ну, слава Богу. Ну, вот так, давайте руну, мои хорошие, давайте руну. Что нам скажет руна для Зеленского, для президента Украины? Давайте попробуем. Владимир Зеленский. Руна с рекомендацией. Ну, вот такая. Что это у нас? Что это у нас, мои хорошие? Подождите, не вижу. Я же их еще не выучила наизусть, поэтому сейчас я посмотрю. А, вот. Ух ты, ну, неплохо. Это у нас Ер. Руна награды за прошлые заслуги. Что посеяли, то и пожнете. Вознаграждение соответствует длительности усилий. Но перед вами завершающая задача убрать урожай. Не проглядите время сбора урожая. Слушайте, а интересно, да? Угу. Видите, когда человек очень долго вкладывался, прилагал усилия, да, то приходит время получать результаты этих усилий. Слушайте, ну, это хорошо. Это прям в тему. Это прям вот про нашу всю эту вот действительность. Ну, дай-то Бог. Дай-то Бог. Потому что все мы ждем. Все мы ждем уже таких, да, каких-то результатов. Потому что действительно очень много сделано. Очень много заложено, вложено. И хочется результатов, да, уже хочется этих побед. Но здесь, видите, Ера замечательная руна, мне кажется. Что посеяли, то и пожнете. Вознаграждение соответствует длительности усилий. Но перед вами завершающая задача убрать урожай. Выгнать этих сук с нашей земли. Не проглядите время сбора урожая. Вот такая руна. Такое предсказание. Ну, что скажешь тут? Сил. Сил и удачи. Дай-то Бог. Держись, Александрович. Держись. Давай.